Приветствую уважаемых подписчиков, читателей и зрителей наших каналов. Мы уже достаточно говорили на наших каналах о ситуации вокруг Николая Бондаренко, в отношении которого номенклатура по всему собирается применить серьезные репрессивные меры. Но, понятно, нужно было дождаться, пока они перейдут от слов к делу. И вот они перешли. Ему сейчас светит два административных дела с очень большими штрафами, а одно административное дело с небольшим штрафом. И также его собираются лишить депутатского мандата за то, что он блогер и получает доходы на Ютубе. Последний пункт мы уже обсуждали. Напоминаю, депутаты Саратовской областной думы считают, что это коррупция. В перспективе же ему грозит выход на дадинскую статью и уголовное дело. Вот как он об этом сказал. О чем идет речь? Две административки с сумасшедшими штрафами, плюс отдельная административная ответственность и статья из Думы. Там, конечно, не по 300 тысяч, как в первых двух случаях, но до 15 тысяч рублей за мою тюремную робу и плакат, который я принес. В общем, за нарушение, как они говорят, регламента. Помимо этого, лишение мандата за, как они говорят, донаты, а если юридически переводить на их язык, за получение гонораров за публикации, в которых меня как бы нереально обвинить. Я вам все подробно расскажу. Но на повестке дня они сформулировали вопрос именно так. Значит, две комиссии Думы, которые рассматривали отдельные вопросы, по мне, именно по мне, которые были назначены на одно и то же время с обсуждением вопроса референдума, который я инициировал, в избирательной комиссии региона. То есть в одно время назначили. Я вам тоже подробно сейчас эту тему расскажу. Ну и самое страшное, это выход на Дадинскую статью. Какие перспективы будут у этого уголовного преследования, пока неизвестно. Но то, что силовики совместно с властями Единой России нарабатывают этот материал, это, к сожалению, такой печальный факт. Что здесь можно сказать? Напоминаю, Николай Бондаренко сейчас самый популярный левый политик-блогер в нашей стране. На его каналах на Ютубе сейчас около двух миллионов подписчиков. Для сравнения, на канале Платушкина 684 тысячи подписчиков. Почти в три раза меньше. И, конечно, привлечение большого внимания независимых СМИ и общественности к данным судебным процессам, а их, получается, будет три административных и один уголовный. Здесь неизбежно. Равно, как думая, что Николая Бондаренко здесь активно поддержит, что Саратовская областная организация КПРФ, что КПРФ в целом. Его на одном из его каналов уже поддержал Александр Анидалов, руководитель фракции КПРФ в Саратовской областной думе, и Владимир Есипов, депутат фракции КПРФ в Саратовской областной думе. И думаю, что ситуация обречена развиваться по тому же сценарию, что и ситуация вокруг уголовного процесса по делу Николая Платушкина. То есть каждый день судебных заседаний будет означать нарастание протестной активности, что вокруг суда, что в интернете. Кроме того, вероятно, протестная активность в Москве, организованная что Московской городской организацией КПРФ, что Российской организацией КПРФ. Только здесь протестная активность по всему будет куда выше, чем протестная активность вокруг дела Платушкина. И думаю, она будет выше по двум причинам. Первую я уже назвал Николая Бондаренко в разы популярнее Николая Платушкина. Вторая. В нашей стране продолжает расти протестная активность в целом. Равно как продолжает падать рейтинг Единой России и лично Путина. Я уже не раз говорил, повторюсь. В условиях все растущей протестной активности применять репрессивные меры – это даже не тушить пожар бензином, а тушить его наполну. Впрочем, думаю, история что с Навальным, что с Платушкиным уже это весьма наглядно показала. Рейтинг что Навального, что Платушкина только вырос. А вот рейтинг Путина упал. И упал очень сильно. Но номенклатура активно продолжает это делать. То есть продолжает активно рубить суд, на котором сидит. И развитие судебных процессов вокруг дела Николая Бондаренко, равно как и развитие протестной активности вокруг них, обещают быть очень интересными. Равно как, скорее всего, данная протестная активность еще больше, обрушит рейтинг Путина. И надежды номенклатуры на то, что в очередной раз, как говорится, people все схавает, ой, как могут не сбыться. Наглядный пример тому и весьма наглядный. Недавнее событие в Казахстане. Политика Путина и кампании в отношении Николая Бондаренко, да, равна как и в других отношениях, весьма и весьма недальновидна. Валерий Соловей, кстати, сказал, что Путин уже этой весной, если ничего не отвлечет, намерен начать наступление на левых. И прежде всего на КПРФ. Он намерен намного серьезнее осудить деятельность что в АКПБ, что потом КПСС в период так называемой советской власти. А также он намерен сменить Зюганова с поста руководителя КПРФ. То есть, получается, на взгляд Путина, даже Зюганов, которого, похоже, уже большинство коммунистов осуждает за соглашательство, недостаточно лаярина к Кремлю. И Путин на его месте нужен еще более послушный политик. Что впечатляет уже само по себе. В общем, по всем признакам нужно ожидать усиление протестной активности со стороны левых сил и прежде всего КПРФ. Как в связи с делами Николая Бондаренко, так и в связи с общей ситуацией в стране. Что ж, будем посмотреть. Если данный прогноз сбудется, я, понятно, буду подробно информировать наших уважаемых подписчиков, читателей и зрителей по дальнейшему развитию ситуации. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах. Смотрите мои аналогичные ролики, какие именно вы видите в подсказке и на конечных заставках. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok